Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. На телеканале «Звезда» время новостей. В студии работает Капиталин Зинкевич. Здравствуйте. И сегодня в эфире. День матери отмечают в Беларуси. На общественном обсуждении под контролем народных избранников в Беларуси продолжается работа над конституционной реформой. 80 лет со дня основания системы профессионально-технического образования в октябре отмечает Беларусь. Подробности далее. Самая святая миссия на земле Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Это великое счастье – дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью. И семьи, в которых родители учат своим примером почитать старшие поколения, гордиться историей и достижениями страны, уважать национальную культуру и любить родную землю, формируется духовно сильный независимый народ, подчеркнул президент. Особые слова признательности президент адресовал многодетным матерям. Александр Лукашенко пожелал всем соотечественницам и их близким здоровья, счастья и благополучия. Слова поздравлений в День Матери звучат сегодня по всей стране. По традиции, вдобавок к теплым словам – награды. Накануне президент Беларуси подписал указ о награждении Ордена Матери Женщин за рождение и воспитание пяти и более детей. Почетного Ордена удостоены 240 женщин по всей стране. На Витебщине вручали их в День Матери. Здесь же наградили женщин, которые удостоены звания лауреата премии имени Героя Советского Союза – Зинаиды Туснолобовой Марченко. Неделя Матери оказалась в Беларуси действительно насыщенной. Это не только акции и флешмобы. Делились мамы и секретами воспитания. Продолжит тему Анна Ободова. Традиционно в рамках недели матери чуть больше внимания получают женщины, воспитавшие пять и более детей. Указ об их награждении Орденом Матери президент Беларуси подписал накануне праздника. В этом году высокой наградой удостоены девять жительниц Витебской области. В их числе трое новополочанок – Анна Ананич-Фанитская, Татьяна Бойтенок и Ирина Мороз. Награды орденоносной мамы получились сегодня на торжественном приеме в обл. сполкоме. Еще одна наша землячка – Людмила Томей удостоена почетного звания лауреата премии имени Зинаиды Туснолобовой Марченко. К слову, такой наградой в этом году удостойны 25 жительниц Придвинского края. У меня четверо деток, трое своих, одна девочка приемная. Ну, быть мамой – это счастье. Улыбки, обнимашки, слова теплые. Ну и премия. Ну, для меня это было как-то неожиданно. Живешь, ну, так своей жизнью, как бы заботами. С утра уже поздравляют меня в первую очередь дочка младшая, которая проснулась и тут же поздравила меня с Днем Матери. Это очень приятно. Старшая дочка, ну, мы ее обняли, потому что она сама не может этого сделать. Поэтому мы дружно с семьей обняли ее, потому что это мой первый ребенок. И она уже тоже взрослая, 18 лет. А получать премию, вы знаете, очень приятно и волнительно. Любим друг друга, ценим. Детки тоже растут в семье, в любви. И мы считаем с мужем, что счастье в детях и в хорошей семье. Поэтому всех любим. Сегодня, конечно, с утра поздравления были и от мужа, и от деток. Это самое большое счастье. Больше ничего не нужно. Такие торжественные приемы с награждением многодетных матерей в эти дни организованы по всей стране. Многодетные и мамы, решившие стать приемными. Лауреаты государственных премий и новополочанки, воспитавшие талантливых детей. В эти дни женщины также делились своим опытом и мнением, как вырастить духовно-нравственного, здорового и счастливого ребенка в это непростое время. Круглый стол в канун Дня Матери для Новополоцка – добрая традиция. Мне кажется, в нашем городе, как ни в каком другом, есть возможности и для получения образования детками, и для получения медицинской помощи, и развития их способностей и спортивных, и художественных. Вот сегодня наше мероприятие приходит в художественной школе. Я думаю, мамы посмотрели, какие возможности могут получить детки, развивая свои творческие способности в этом учебном заведении. Поэтому я думаю, город делает все возможное, чтобы для матерей создать хорошие и благоприятные условия. Обычно секреты держат в тайне, но здесь создалась настолько душевная и доверительная атмосфера, что каждая женщина поделилась своим секретом счастливого материнства, а еще рассказала, как избежать конфликтов с семьей и сделать так, чтобы всем было комфортно жить вместе. Час общения пролетел незаметно. По его итогу, принято решение проводить подобные встречи чаще. И мы приходим к тому, учитывая, что эти встречи традиционные, у нас есть потребность в таких встречах, мы решили организовать женский клуб, городской открытый женский клуб. Конечно, в этот клуб могут входить женщины, которые хотят общения, которые хотят обсуждать подобные темы. Анна Обдова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». На общественном обсуждении под контролем народных избранников в Беларуси продолжается работа над конституционной реформой. Важно изучить мнения и взгляды каждого беларуса. И, надо сказать, последние активно подключились к процессу. Только за первые три дня граждане внесли более 350 предложений по изменению Конституции страны. Форм для изложения своих идей немало. Одна из них – открытый диалог депутатов и населения. Первое, что я хотела бы предложить, это проводить выборы мэра непосредственно жителям города. Вот этот вопрос, я считаю, очень актуальный. Чтобы мэр не назначался сверху, а выбирался жителями города. Вот тоже, как бы, такое предложение, что госслужащие, чтобы не имели второго гражданства, не имели вида на жительство и не имели счетов в других государствах, чтобы это были наши местные жители. Мне кажется, это важный вопрос. Даже, по-моему, и по поправкам в Конституцию Российской Федерации, вот этот вопрос тоже был внесен. Галина Кравченко к конституционному вопросу подошла со всей ответственностью. В блокноте целый список возможных правок. Все из жизненного опыта и, что немаловажно, потребностью современного общества. Поддержка молодых специалистов, жилищные вопросы. Свои предложения по вопросу усовершенствования основного закона страны можно вносить до 25 октября. Как это сделать, каждый выбирает сам. Мы готовы принимать поступившие предложения по поправкам и внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь. Сегодня у нас проводится встреча в ЖЭСах. Значит, работает общественная приемная. Предложения по изменениям можно предоставить на электронный адрес городского совета депутатов, Новополоско-городского исполнительного комитета, службу одного окна, в редакцию городской газеты «Новополос сегодня» и телеканала «Вектор ТВ». Кроме того, свои предложения членам комиссии новополочане могут нести по указанным номерам телефонов с 8 утра и до 5 вечера. В конце октября члены комиссии Новополоско-городсполкома систематизируют всю поступившую от горожан информацию и направят ее для дальнейшей доработки в парламент страны. 80 лет со дня основания системы профессионально-технического образования в октябре отмечает Беларусь. Подготовка специалистов сферы переработки нефти и химического сырья, энергетики, строительства, службы безопасности, сферы обслуживания. Рабочие руки на вес золота. Об этом говорит прежде всего анализ рынка труда Беларуси. Подготовка востребованных специалистов в Беларуси всегда была и остается одним из приоритетов национального образования. Система профессионально-технического образования для Беларуси является предметом особой гордости. Наша страна – одна из немногих на постсоветском пространстве, которая сохранила эту ступень образования. И, как оказалось, не зря страны-соседи активно перенимают наш опыт, в то время как учащиеся колледжи и техникумов занимают лидерские позиции на международных конкурсах. А из года в год рабочие специальности набирают все большую популярность у абитуриентов. О востребованности рабочих специальностей среди абитуриентов не понаслышке знают в Новополоцком политехе. Здесь два уровня подготовки кадров – профессионально-технический и средне-специальный. Так было не всегда. Пару лет назад в результате реорганизации в системе образования профессионально-техническое училище номер 28 вошло в состав политехнического колледжа. Мы готовим кадры под требования рынка труда и, конечно же, по заявкам предприятий заказчиков кадров. Это не только предприятия градообразующие нашего города Новополоцка, открытое акционерное общество «Нафтан», но и ряд других предприятий Витебской области и в целом республики. В арсенале профессий уровня профессионально-технического образования порядка 16 специальностей и 26 квалификаций. Несмотря на нововведения, акценты остаются прежними – подготовить кадры, которые готовы выполнять производственные задачи на предприятиях с первых рабочих дней. Практические навыки учащиеся осваивают на протяжении всех трех лет образовательного процесса. Это насос центробежный. Мы разбирали его, сейчас собираем обратно. Осматривали, так скажем, все ли в порядке. В подобных лабораториях мастерство оттачивают будущие машинисты технологических насосов. Это одна из возможностей увидеть, потрогать и даже попытаться отремонтировать оборудование. Углубиться же в процесс можно и на действующих производствах. Основы дают, а когда приходите на предприятие, там более вас уже подтачивают под определенный вид деятельности. Надо сказать, не по всем специальностям можно создать условия, которые будут близки к будущим рабочим местам. Хорошая подспорья – компьютерная технология, интерактивные доски и мультиборды, которые наглядно и детально помогают разобраться в процессе. Это непосредственно касается подготовки операторов технологических установок. Стоит отметить, что непростая миссия возложена на отличника системы образования. Такого нагрудного знака удостоен преподаватель спецдисциплины. Все происходит в закрытых аппаратах, но тем не менее оператор должен представлять, что там происходит. И для того, чтобы он мог себе представить, разрабатываются такие электронные средства обучения, которые применяются у нас на уроках. То есть, чтобы они имели представление, даже они когда идут на производственное обучение на завод, там тоже все происходит в закрытом аппарате. Они могут посмотреть на него со стороны, но не потрогать руками, будем так говорить. Вот в этом, конечно, специфика. Эту группу в колледже называют элитные. За названием высокие проходные баллы в школьных аттестатах ребят и немалая конкуренция. Чтобы понимать наглядно, у каждого из этих молодых людей в аттестате средний балл не меньше восьмерки. Вообще хочу попасть работать на нафтан, то есть оператором. Ну и дальше, наверное, пойти повышать свое образование, то есть пойти на высшее. Не меньше конкуренции ожидает выпускников на распределении. При всем желании на нафтан работать отправятся лишь лучшие специалисты, а это меньше трети всех учащихся. Ведь наградообразующим предприятий среднее звено не всегда лишь рабочие руки. За ними решения, от которых зависит стабильность функций всего технологического процесса. Квалифицированные кадры, важнейшие слагаемые, успешные работы современных предприятий, модернизации производства и выхода экономики на новый уровень. Подготовкой таковых сегодня в Беларуси занимается свыше 150 учреждений профессионал-технического образования. Ежегодный выпуск превышает 30 тысяч специалистов. Юлия Рубцова, Артем Табаков, Телеканал «Звезда». Завершим выпуск новостями спорта. В Новополоцке состоялся областной кросс среди профсоюзных спортивных школ. В целом по республике таковых без малого сотни и больше десятка Витебской области. В них тренируются более тысячи спортсменов по 26 видам спорта. На Новополоцкой земле традиционный кросс собрал более сотни юных и легкоатлетов от 8 до 14 лет из пяти спортивных школ области. К слову сказать, в течение последних лет профсоюзные спортсмены лидируют по результатам участия в международных соревнованиях среди всех физкультурно-спортивных организаций страны. На наши мероприятия ежегодно приезжают все спортивные школы, которые развивают легкоатлетику. Этот кросс для них осенний и после подготовки сентября, конечно, важен на дальнейшие отборы на республиканские и высшие соревнования. Это мероприятие, это уже традиционное, и на него дети ездят и тренера с удовольствием. Каждый год они уже его ждут, потому что именно как легкоатлетические кроссы, в последнее время их стало проводиться реже, а вот именно Нафтан, нужно отдать ему должное, они его проводят из года в год. И также очень приятно, что само предприятие Нафтан, вашего Новополоцка, оно очень поддерживает и школу, которая при них существует, и вообще спорт. В завершении информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. Свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и до новых встреч в эфире телеканала «Звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин